Пару слов о том, что такое нанотехнологии, так и правда все знают, но тем не менее. По большому счету это наука, такая междисциплинарная наука новых материалов. И все дальнейшие вещи, они как бы уходят в конкретные дальнейшие применения, но изначально это все, что касается новых материалов, моделирования, создания новых материалов и их дальнейшего использования. При этом касается абсолютно любых вещей, то есть нанотехнологии вполне могут быть в этом металле, здесь находящемся, если это как-то за счет коррозии или еще что-то, 100% есть в этой камере, 100% есть в ноутбуке, в проекторе и так далее. В вашем любом мобильном полно материалов, так или иначе, произведенных изначально с использованием нанотехнологии. Рынок нанотехнологии организируется очень большой, 3 триллиона долларов в 2014 году, но рынок нефти отдыхает, так скажем, намного больше и так далее. Именно в том, что это будет везде, абсолютно, то есть все металлы через 10 лет будут с использованием нанотехнологии, все пластики с использованием нанотехнологии и появятся новые материалы, которых до этого не было. То есть это будет связь органики, неорганики, металла, пластика и так далее. Все, что можно себе вопрозить, нанотехнологии, все об этом. Вот с этой картинки, я не знаю, как это видно, хорошо, нехорошо, в общем-то начиналась корпорация, по-честному. Это исследование, по-моему, с 1937-го или 1938 года, я не помню, по-моему, оно опубликовано было в начале 1938 года, но по итогам 1937 года. Где находятся разные страны в развитии нанотехнологий. И видно, видим, скажем так, переход России, по сути, из нулевой позиции, где Россия внизу подчеркнут, это пятый год. И вот овальчиком показан подъем до окончания седьмого года, мы сейчас там находились на старте восьмого, где-то на уровне губерната. Задача, которая поставлена была правительством, благодаря наноинициативе, в которой участвует не только Роснано, дальше я покажу, расскажу, кто еще, это перебраться в правый верхний квадратик. Там, где находятся передовые насыщенные, с точки зрения технологии, страны, такие как Южная Аталия, Германия, США и некоторые другие. Мой любимый слайд, который, скорее всего, видно, это затраты на неоков, на худшего человека и по источникам. Вот если посмотреть, то Россия по худшему результату конкурирует с Бразилией и ЮАР, такие сопоставимые, я думаю, с Россией страны. Китай меньше, не то, что они мало тратят, они в абсолютном количестве тратят на порядок больше, чем Россия, просто не поселение больше. Попробуем. И очень показательные в середине, в середине диаграммах, они еще видно, что основной источник денег на неоков в России, в государстве, и меньше всего дают компания. Надо электромство побольше делать, электринстарк. Чувствую, он должен открывать нано-микрофон, чтобы устроить сразу. Но, тем не менее, в России положительная картинка, затраты и деньги, выделяемые на неокры, растут, и растут как деньги, выделяемые со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Здесь прогресс есть. Хочу хорошо рассказать, почему это важно. Там сейчас много говорят о Сколково, Российской Силиконовой долине и так далее. Кто знает историю Силиконовой долины, и парниськи? Очень кратко, большой государственный военный заказ на радары, на создание радаров в 50-е годы прошлого века, привело к тому, что, ну как бы радары, да, это волновая электроника, по сути, то на базе этих разработок неокры заказывался государством у частных компаний. То есть частные компании получили государственные деньги на разработку определенного там военного девайса, и благодаря тем исследованиям, которые сделали на государственные деньги, они смогли у себя начать развивать электронику. Там появились первые литераловые печки, таким образом, там, первый компьютер в дальнейшем, так далее. Но изначально это был выиграть государственные деньги, при этом деньги военных. Чтобы не было иллюзий, что бизнес что-то не дает. Рольный государственный очень важен. Вот я упомянул по поводу народной инициативы, как я называю правительство. Помимо Руслана, в ней участвует Курчатский институт, у Курчатника, роли, скажем так, быть по Руслана, то есть мы не идем в тематику, связанную с лирами, не окрами, с педоментальными исследованиями, совсем ранней стадии проектов. Этим занимаются они. Не хотели на бюджет, сопоставимый с бюджетом Руслана, как мы мало-то говорим, и они как-то инвестируют деньги в это. Мы после стадии, когда уже есть лёхра, есть какой-то образец, подойти, соответственно, подкладываем эти проекты и введем его в стадию коммунистеризации. Вкратце, что мы делаем, помимо того, что вкладываем деньги в развитие проектов. У нас в Минске есть развитие инфраструктуры абсолютно разной, начиная от метрологии, создания метрологических центров, помогать небольшим компаниям делать различные исследования, измерения и также развитие инфраструктуры. Я дальше расскажу, у нас есть особая форма. Можно задать вопрос? Давайте я вам сразу расскажу. В общем, о том, как мы развеем инфраструктуру, я чуть-чуть позже вслежу, у меня будет там два отдельных слайда. Я думаю, что вам это будет особенно интересно, потому что мы там планируем порядка 10 центров открыть до конца года по всей стране и будет направлено именно на, скажем так, на первичную коммерциализацию совсем-совсем ранних разработчиков. Но, я думаю, лица все знакомы. Возглавляет корпорацию Антель Борисович Чубайс, обновляет на совет, возглавляет министр образования и науки Курсенко, у нас есть комитет традиционной политики, при обновляетном совете, возглавляет бывший президент ракетеолог Павел Скулкин, и научно-технический совет, возглавляет Михаил Алфимов. Цифра и задача Росстана выглядят следующим образом. Создать отдельную индустрию к 2015 году с суммарной выручкой, с суммарными продажами различных произведенных товаров на 900 миллиардов рублей. При этом задачи разбиваются на две части. 300 миллиардов – это те проекты, в которые мы должны вкладывать деньги, иметь в них долю и так далее. И 600 сверху – это, скажем так, шлейф, который мы должны создать. То есть там, где сам частный бизнес, частные государственные различные партнерства создают предприятия по производству различной продукции. Как мы смотрим проекты? По сути, с точки зрения инвестирования, Росстана – это фонд прямых инвестиций. Надеюсь, термин знаком всем. Соответственно, очень схожий подход с любым фондом прямых инвестиций. Мы делаем инвестиционный анализ проекта, у нас есть инвестиционный комитет, который вносит различные рекомендации, в том числе управления или борт, который принимает решение, инвестированный или не инвестированный. Главное отличие Росстана в том, что у нас есть технологический мандат, и мы обязаны делать определенные технологические экспертизы для того, чтобы, первое, следовать мандату, второе, и это название инвестировать в вечные двигатели, то есть быть уверенными в том, что технологии современные, потому что технологии действительно прорывные, и то, что они действительно работают. Поэтому у нас в параллельке идет слева все, что касается анализа технологии, справа все, что касается бизнес-составляющей его проекта. Два уровня третьего решения. Если мы инвестировали в проект меньше, чем 1,3 млрд, это уровень правления корпорации. Если больше, чем 1,3 млрд, это уровень инвестирования корпорации. 82 проекта на следующий момент одобрены к инвестированию. Из 2000. Всего через нас прошло чуть меньше, там где-то 1950, по-моему, сейчас приобретается. Соответственно, наше обязательство по инвестированию на сегодняшний момент стоят 14 млрд. Проинвестировано, дай Бог памяти, по-моему, порядка 40 млрд. Где-то так или так. Связано это с тем, что не всегда нужны все деньги сразу. То есть, проекты разбиты на этапы. Сначала инвестируются деньги на первый этап, а после первой этап успешен. Как-то дальше. Если все проекты будут успешны, то инвестируем в 114 млрд. Будет успешна половина, ну там, в какой-то пропорции примерно половина. Как-то дальше. Несколько примеров проектов, чтобы понятно, о чем идет речь. Какие там нано-материалы, какие-то нано-технологии. Мой проект, которым я управляю, GLEO Nanotech. Совместный проект с итальянской компанией GLEO Vacuum Systems. Приличная компания, 50 лет на рынке. Всю жизнь делала оборудование для металлизации различных поверхностей. Прежде всего гибких поверхностей есть бумаги и пленки. Кто курит? Тут нельзя только слова говорить. Ладно. Пачка сигарет. Там есть фольга. Знаете, открывается и пачка. Долгая разница, я не могу другой пример. Ладно, там шоколадка. Шоколадка завернута в фольгу. Может заворачивать фольгу, которая со собой проставляет. По сути тонкий слой алюминия. Но это алюминиевый лист. А можно заворачивать металлизированную бумагу. Где алюминий используется намного меньше. Напылен совсем чуть-чуть. Для чего он нужен? Это исключительно барьерный слой, что вода не поступала, воздух меньше поступал, что продукт дольше хранился. Точно так же пачка с чипсами. Это пленка, полиэтилен, территал и что-то еще с напылением алюминия. Точно так, чтобы не проходила вода. Так вот, компания научилась делать очень интересную вещь. Помимо того, что они всегда умели напылять слои различных металлов, например, наноразмерные слои, они научились их напылять не сплошняком, а рисунком. И, в общем, просто феноменальная история. То есть, когда вы учитесь напылять что-то рисунком, то это уже не индустрия упаковки, это уже электроника. То есть, вы можете печатать, по сути, платы. Плату пока печатать никто не научился, но они научились печатать антенну для таких вещей, что называется RFID. Кто ездил в московское метро, тот самый в Гилете, в нем внутри находится антенна и чип. До этого антенну делали другие способы, в основном от утравления, когда сначала сплошной лист металла наклеивается на бумагу, потом утравляется контур и так далее. Здесь шаг один, от листа бумаги до антенны. Да, это то же самое. Я об этом могу много говорить, потому что за это будущее, там через пять лет, ну через пять, там через семь, все заботятся абсолютно о том, что такой же трехкод в магазинах, да, на тех же книжках, а все будет связано исключительно вот на RFID, и в метро будет заходить не по билетику, а приложив мобильный телефон, когда у вас через привезку к банковскому счету тут же будут присутствовать деньги. А сами эти метки же уже давно достаточно использованы. Да, там проблема в том, что они дорогие. Ну то есть, насколько я знаю, компания Walmart еще в свое время получилось выйти в лидеры их бизнеса, потому что они именно эти метки начали использовать, и как бы, ну это инновация уже лет десять, да. Ну смотри, инновация лет десять с точки зрения бизнес-модели, да? То есть, что вы делаете? Мы говорим, у нас всегда инновация с точки зрения использованных материалов. Мы можем сделать эту самую метку намного дешевле, чем все остальные. Ну то есть, это получается улучшающая инновация. Да. То есть, в чем проблема Walmart? Walmart это смог сделать только на складах, и леет метку только на балету. Почему? Потому что дорого, метка дорогая. Ты не можешь наклеить на каждую банку с кур-колой, или на каждую кусок колбасы. Потому что покупатель не будет платить тебе за это. А твоя экономия от того, что ты там лучше управляешь запасами, она не столь очевидна. То есть, сначала нужно большие деньги проинвестировать, заставить всех производителей клеить метку, там, привезти тебе товар уже с меткой, а последует еще тише эффект. Не все на это решаются. Walmart на самом деле уже обошли. Компания Real немецкая, они открыли уже в Германии 50 магазинов, полностью оснащенных RFID с кассами без кассира, в тележку погрузили товар, подошли к кассе, там никого нет, у вас тут же считалось, вам сказали сюда ставьте кредит, после этого дверца открылась и мы ушли. Но это уже работающая вещь. Давайте пойдем дальше. Проект нам покрыть. Мы его профинансируем в ближайшие пару недель. На мой взгляд, это тоже очень интересный проект. Интересен он по своей истории. Есть желание, могу чуть-чуть погрузиться и рассказать. Это история вернувшихся российских ученых из-за рубежа. Команда выходцев из Росатома в 1991 году, за новые дни Росатома в 1991 году уехала работать в Италию. Взяла на работу компания Flamat, которая занималась нанесением различных покрытий. Покрытия бывают самых разных типов. В основном они так или иначе основаны на металле, но с разными функциями. Некоторые токопроводящие. Некоторые наболезные оборудования изоляционные. Некоторые уменьшают трение. Некоторые придают прочность. Некоторые это все в себе сочетают. Очень большой опыт для людей. Они работали в компании Flamat до 1999 года. В 1999 году компанию Flamat купила очень крупная компания. Называется она Proxair. Это холдинг американский с выручкой под несколько десятков миллиардов долларов. И сейчас бывший Flamat называется Proxair Services. Компания, которая держит 45% мирового рынка по нанесению покрытий. Соответственно, компания была выкуплена. Команда вернулась в Россию и решила дальше развивать этот бизнес в России. С 1999 года до 2009 года завоевал российский рынок на 60%. Сейчас, по сути, любое покрытие – это основа будущего машиностроения. Логическая идея в чем? Вы можете сделать супер дорогой сплав. Из него сделать лопатку для двигателя. Летать на таком двигателе. При том, что вам делать лопатку из супер дорогого сплава целиком нет смысла никакого. Просто то, что это дорого, а работающая поверхность 20% от самого изделия. И на самом деле вам нужно определенные свойства придать именно в том месте, на той поверхности, которая является работающей. Поэтому делают лопатку, скажем, из обычного титана. Чуть не буду рассвоил уголок. А защищают ее от температурного воздействия, от эрозии за счет нанесения покрытия. Дальше, если представить, я вам могу там любой промышленности, любой отрасли назвать, где используются различные покрытия. Начиная там от хлебопулочного завода, абсолютно не шучу. А заканчивая там, ну, про авиацию проговорили. Электроникой тоже самое. Вот такая история, то есть люди вернулись, создали бизнес, сейчас лидер российского рынка. А компания «Галилео» тоже российская? Нет, «Галилео» изначально итальянская компания. А они производства здесь получали? Мы строим завод сейчас в Подмосковье, да, круглые сутки строители бегают. Какие-нибудь, ну, то есть, результаты галилео труда мы получим от этого? То есть, или просто будет завод и, как бы, будет использоваться? Сейчас мы спорируем следующим образом. Материнская компания всего холдинга идет в СССР, и она находится в Москве. По-моему, уже ей принадлежит завод в Италии, который изначально был «Галилео» в Вакуум Системе. Там еще один завод в Сербии, и сейчас завод строится в Москве. Поэтому, по сути, это такой крупный трансфер технологии, когда помимо технологий мы еще получили два предприятия в Европе. Новомед, не озвученный проект, я его специально попросил поставить, потому что, вот, видел кого-то с упокой, со словами «Ойл», как мне сказали, что это неблаговающая башня построенная с иглой. Очень много разговоров о том, что Россия сидит там на нефтяной газовой игле, о том, что это большая зависимость. В этом, как бы, есть правда, но есть только одна сторона этой правды, которую мало кто понимает и видит. Нефтяная промышленность на сегодняшний момент в России одна из самых высокотехнологичных. Докажу очень просто. Представьте себе, как добывается нефть. Три километра скважина вниз, вы туда опускаете насос, который на глубине трех километров, без доступа. Знаете, что такое нефть, кстати, когда она добывается? Там не сама нефть. А не сама нефть, все правильно. Там смесь воды, песка и нефти. И в этой смеси нефти от двадцати до десяти процентов. Представьте себе смесь, да? Масло, по сути, скользкая вода и песок. Вам вот эту массу нужно поднимать с глубины в три километра, бесперерывно в 24 часа в сутки в течение трех лет. Это реально, ребята, rocket science. Вот то, что опускается вниз, это технологии космического уровня. Деревая проекция. Поэтому, еще раз говорю, нефтянка, поверьте, это одна из самых высокотехнологичных отраслей в России. И она генерирует огромный спрос на инновации. Я могу рассказать об одном проекте, который мы профинансировали, который в прошлом году был здесь представлен. Проект из Краснодара. Вот это тоже был, не странно, да? Вот «Силигент». Проект, он ориентирован на нефтянку. Там материалы для производства оборудования для иностранной промышленности, которые позволяют этот оборудование сделать более надежным, более эффективным и так далее. Большой проект, суммарно 18 миллиардов рублей инвестиций. Компания «Новомед» на сегодняшний момент лидер российского рынка, 3% мирового рынка по производству насосов для добычи нефти. Мы будем строить еще одно предприятие по производству этих насосов и выходить в другие страны. Сейчас, в присутствии в 5 странах, задача с 3% мирового рынка уйти на 9%, выйти во все дружеские страны, типа Боливии, Венесуэлы, Арабов и прочих ортеносов. И на тоже достаточно большой рынок, это тоже мало кто знает, кто второй рынок по добыче нефти на сегодняшний момент, это США. С точки зрения не объемодобываемых нефти, а с точки зрения потребляемых услуг, оборудований и так далее по добыче нефти. Первая Россия. Антаган, ну все-таки не знаю, уже там были на сессии, которые ребята с Антаган проводили. Тоже мне очень нравится их история. Это ученики Алферова, уехавшие в 90-е годы в Германию, получившие кучу там европейских грантов, работающие в лаборатории в Германии, создавшие очень эффективный, энергоэффективный светодиод и вернувшиеся в Россию, строят здесь крупное предприятие при поддержке Руслана и Михаила Прокорова по производству этих самых светодиодных изделий. Проектная компания. Да. То есть компания российской? Да, да. Та компания, которая была немецкой, на которой все акубулировалось, она сейчас стопроцентная дочка российских. Ну, я не могу до этого останавливаться, там, нормальные вещи в Германии. В тиктоке двух предыдущих лет в восьмом году мы одобрили, финансировали 14 проектов, финансировали один, это была раскачка. В прошлом году одобрили дополнительно 16, профинансировали, а вернее, профинансировали 16, а то брали больше намного. В прошлом году проинвизировали больше, чем миллиардов. А вот теперь о наноцентрах, так называемых, которых я обещал рассказать. С самого начала, с самого создания Руслана внутри команды долго думали, как бы придумать такую форму, чтобы можно было брать небольшие проекты, или еще даже не проекты, запретения, разработки, доводить их, там, прототипы, такого промышленного образца, потом коммерциализировать. Задача сверхсложная, и отрядили, пишут их, там, года полтора, изучая опыт других стран, как это здесь происходит. Пришли к следующему формату, к формату нанотехнологического центра, мы это называем NANFAP. Идея в следующем. Не все люди, которые являются инноваторами, изобретателями, учеными, способны заниматься бизнесом. и часто это не нужно абсолютно. Не все люди, которые там могут делать хорошие исследования разработки, понимают, кому это потом продать. А в России это в кубе просто, если в мире это в меньшей степени, в России это в кубе. Поэтому была придумана следующая форма. Создается центр, по сути, центр транспортной технологии. Одновременно, что такое центр транспортной технологии? Это маленький посевной фонд, который располагает, там, скажем, 100 миллионов рублей, с целью, там, проинвестировать 20 проектов, там, в течение 5 лет. То есть потратить деньги на совершение исследований, на создание прототипов, на вывод, прототип на вывод. Этих денег глобально, там, если совсем подходить, вот просто дать, 100 миллионов рублей, и сказать, давай, найди 20 проектов, проинвестируй, не хватит в любом случае. Потому что достаточно дорого стоит оборудование. Поэтому пришла идея, что нужно оборудование, как таковое, отделить от центра транспортной технологии. Поэтому получилась следующая конструкция. То есть центр транспортной технологии, которая себя представляет, команду людей, имеющих опыт по выводу различных разработок, инноваций на рынок, для построения бизнеса, и блок оборудования, суперсовременного, запокупленного за огромные деньги, который находится в собственности Роснана, и сдается Роснана в аренду, по минимальной стоимости, исключительно, как бы за те деньги, которые нужны, чтобы оборудование продолжало работать, то есть, интенс поддерживать. именно там, как бы, для продоведения, там, миров, неопров, и так далее. Вот такая история. сегодняшний момент у нас одобрено, одобрено, четыре, или, вот, четыре, нанофаба, Дубна, Зеленоград, Томск, Новосибирск. До конца года, я думаю, еще будет шесть. На мой взгляд, очень интересная история, как раз вот для тех, у кого есть какие-то идеи, да, потому что, часто, в лабораториях, в ВУЗах, и так далее, они ограничены, как по оборудованию, так и по денежному ресурсу, для проведения различных исследований, закупить там реактиву, и так далее. А как это решаться, в оборудовании? Ну вот, то есть, допустим, пришло в Томск, допустим, 200 компаний, да, и суммарное количество часов, которые они должны по оборудованию, провести за оборудованием, превышает, допустим, год. Вот, кто будет ранжировать, кто в первую очередь имеет доступ к оборудованию, кто второй, хотя бы, потому что это еще, как бы, на этапе НИОКР, там еще неизвестно, что из этого получится, хорошее или нет. Где-то в пустую идет, где-то нет. Правда, есть в том, что ты говоришь, но, но она частично, потому что, понимаешь как, ранжировать будут те самые люди, которые уже этот путь проходили. Там будет какой-то эксперт, представитель. Там будет, да, там есть команда Центра транспортной технологии, которые, наш требование к ней, да, уже опыт успешной коммерциализации разработок с нуля. и здесь, субъективное их мнение, исключительно. Они будут работать за деньги? Да, естественно. А кто их услуги оплачивает? Услуги их будут оплачивать, соответственно, владельцы наноцентра. Одним из которых будет Роснано. Да, 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 да. Алексей, у меня вот прям серия коротых вопросов по логике. Первый вопрос у вас, какое образование? Техническое или... Нет, у меня экономическое образование. Я так и понял. То есть, тут самый интересный вопрос, то есть, вы как бы поверили в нанотехнологии, и будучи, то есть, по идее, как бы, экономист-предприниматель, занялись уже потом вот нанотехнологией, то есть, ну, жизнь, может быть, посвятили. Ну, я поверил и в нанотехнологии, да, я поверил в команды Роснано и в идею. То есть, на самом деле, вот так вот. То есть, честно говоря, были бы это не нанотехнологии, а там без ограничений мандата, а инновационные технологии. Мне было бы не менее комфортно. Понятно. И следующий вопрос тоже по логике. Вот просто солдатским языком или навичным. Вот, например, мы вот занимаемся это, тоже дистрибьюз, у нас вот это, транспорты, переросли уже пять лет на рынке. Вот. Ну, я просто сейчас смотрю на суммы, какие там, сто миллионов на разработки, то есть, я просто реально понимаю, что, в принципе, вот даже есть опыт работы с бизнес-планами, все такое прочее, но инвесторов, такие суммы, я думаю, у всех известных, имея инвесторов, такие суммы, в принципе, тоже. так или вот как-то раз, мочевшим, то есть, какие-то первичные, можно как-то зафиксировать, какое-то общение с вами, договоренность, или заинтересованность, как-то вот так вот, чтобы прийти к инвестору, сказать, вот, я общаюсь, например, с Роснаном, с их филиалами, какими-то вот такими этими, вот, свестишь, как-то, какая по идее, в данном случае, ну, ты имеешь в виду, что, если тебе нужен инвестор, помимо Роснана, кто-то нужен еще, и нам с ним, да, лично у меня такие денег нет. Нет, 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 это общая работа в каждом проекте, ну, то есть, это не то, что мы там бросаем, как бы, человек к нам пришедшего, и говорим, там, без денег, не возвращайся. Абсолютно нет, мы эту работу делаем совместно. И часто, там, наша роль даже более значительная, потому, мы верим в проект, давайте, мы даем половину, дайте половину, дайте больше половины, дайте меньше. И надо разговаривать с инвестором. Еще такой вопрос, вот, например, меня сейчас вот глубоко волнует, я просто на тему технических инноваций, может быть, даже уже не инноваций, меня вот, например, глубоко волнует рынок ПВХ, для справедливо, больше половины, где-то, наверное, 55% ведет импорт из-за рубежа, и просто вот у меня такой вопрос, вот, единственный момент, который, хотя бы даже не единственный, многое знаю тут, один момент, который, я думаю, почему нас никто не строит, завод ПВХ? Альбур строит в Нижегородской области, город Костово, Костово, вместе с Олвеем, большой проект, где-то они инвестируют порядка миллиардов евро, они еще и физически строить не начали, идет проектирование, планируют начать строить. Просто такой момент, я просто чубатул, думаю, почему они строят, потому что, думаю, может быть, кто-то что-то знает больше, уже придумали нанотехнологии, чтобы сделать, например, какие же дешевле будут как-то, их как-то покрыть, все такое прочее, может быть, за это как-то строится? Будут строить. Будут ли? Три вопроса, тоже, короче, первый вопрос по нанотехнологии. Проглючалось, что, в основном, то есть, понимается по нанотехнологии в данный момент, это вот покрытие, материалы, новые и так далее. Вот, допустим, если посмотреть те же самые работы коллег зарубежных, да, они по нанотехнологии понимают лучше, нечто более такое, ну, нечто другое, то есть, у них, допустим, они по нанотехнологии, вот, часто с недавно, ребята, по-моему, из СМИД проводили эксперимент, они застали шагать молекулы, да, на подложке, допускают электроморкетные импульсы, да, и у них молекулы, сложная, конечно, да, с большими, относительно, молекулярными габаритами, да, шагая по подложке, и так далее. Другие там, варианты, так говорится, построение транзисторов из трех атомов, да, и так далее. А, у нас же, в основном, в сборе, делается на материал, то есть, не является ли это каким-то, ну, таким, ну, не то, что неверным, мы их не попустим, лишь там, не тёмки. Не, наоборот, я считаю, что мы шерим. Смотри, на самом деле, в мире, как бы, есть, такие, два общих принятых термина. Нано-технологии и нано-енейбл-технологии. То есть, чистой воды нанотехнологии, это, конечно, квантовые точки, там, фуллерены, трубки и так далее. Чистой воды нанотехнологии никто ни в одной стране мира не оспонит. Что с ними делать? Ну, есть там, куча производителей в России нанотрубок, квантовых точек. Никто не принимает, конечно, применение, потому что, без того, когда ты переходишь из нанотехнологии в нано-енейбл-технологии, да, когда ты делаешь, какой-то либо, там, девайс, материал, прибор, сенсор, всё, что угодно, на основе, там, шагающих, молекул, или ещё чего, тогда ты в бизнесе. А здесь, в рамках фундаментальных исследов, я уверен, что в курчатнике у них там и молекулы шагают, да, там упрыгивают. Абсолютно. Ну, надо об этом шире рассказывать, я не знаю. Вот. Вопрос вот на следующий. Как раз по нанотехнологии это такой роскошный термин, да, все о нем говорят, да, надо просто, как говорится, понимать, что технология это завершающий термин. То есть, то, в технологии есть, первое, потом, вот, мокр, потом, инженеринг, разработка технологии, потом уже технологический процесс. То есть, вот, есть технология, да, а что до нее? До нее, как понимаешь, получается, или что еще? Ну, смотри, мы на самом деле, иногда, в некоторых проектах, если мы видим небольшую перспективу, заходим на стадию и говорим, что, окей, первый этап, небольшие деньги, финансируем мокр, смотрим, удалось, побежали построить завод. Не удалось, ну, как бы, неудачный проект. На самом деле, не только Курчатник, любой технический вуз возьмит, везде уже есть кафедра нанотехнологий, огромные деньги по ФЦП были выделены на оборудование. Есть кто-нибудь из Екатеринбурга? Ну ладно. В Екатеринбурге, в политехе, просто сумасшедшая кафедра нанотехнологий, они заканчали в оборудовании, по-моему, 20 миллионов долларов. В таком стране, в той стране, такого мало вообще где нет. На самом деле, в каждом предстоящем вузе, что тут и происходит. Последний разум, он находит на стадии ОКР и уже депутатологической работы. Да, да. А фундаменталка, она раньше приняла дали на университетах и в основных там участвуют? Нет, 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 мы там не участвуем. Там Курчатник, там Фудпортник, там Фонд Фундаментальных исследований, там ФЦПшки, там деньги, различные гранты, очень много источников финансирования. И последний вопрос, создание микросхем, новых топологий, новых интересов, именно полупровольников, является приоритетом или это кому-то другому нужно вращать схему? Да, является. Является. Я сделал паузу, потому что объясню мой взгляд на микроэлектронику. Чтобы в России построить заново микроэлектронную промышленность, в данном случае наноэлектронную. В общем, не хватит не только денег Роснано, но еще многих других денег не хватит. Потому что хорошая фабрика, там тайваньская, она стоит 10 миллиардов. и у нас мы чуть-чуть другие вещи делаем. У нас есть проекты в сфере микроэлектроники, но они построены по принципу фабрикс. когда как бы ключевая IP, ключевая технология в компании, а физическое производство вот как раз в больших фабриках, там тайваньских каких-то еще. В принципе, так весь мир устроен, потому что так дешевле. А как-то был дешевле давать, что хватило денег на фабрику, а у нас, в России, жены с одной инструкцией? Не-не-не, они этим занимаются там 40 лет. То есть у них была программа по созданию электронной промышленности, и они методично в это вкладывают. А у нас есть ПЦП микроэлектроники, очень большая, но как бы... В Зеленоградском моего речи это можно наверху? Ну хорошо, что да, как бы. То есть мы сейчас пытаемся дойти до уровня 90 нанометров в Зеленоградском микроне. Как-то ниже, никуда не можно впуститься, потому что вот в Роснано у нас есть один спроект, там по чипам памяти, там 30 вантов уже. Квант тут принадлежит микрону сейчас. Да, и он считает одно целое. А на Xtreme находится по сути в стадии смены владельцев, например, МВП перед владельцем, не рабочим странам. Не он, которого ты разговоришь, я получил. Я вижу. Но там это тоже получается, да? Там больше, на самом деле, ситуацию драйвел с грубат. Почему? Там предполагается, то есть это передача технологии или просто... А нет сделки еще? Говорить пока няче. Сделки? Сделки нет, а я как-то там все сильно успокоился. Я даже не верю, что надо будет. А Роснано занимается? Да. Да, да. Ты сказал, что Роснано и стал там работать. Я тоже верю, Роснано как мне это будет строиться. Все просто... Ты сейчас закончил учиться, учишься? Ты учишься. Ты же экономист. Ты же экономист. Присылай в HR резюме, мы делаем программу стажировок, планируем его семью запустить. Сколько здесь стол?! Сколько людей? Сколько здесь давится вровле sih? По-моему, 3 месяца. Только вот по слову? Ты имеешь в виду платье зарплаты, честно с ним не знаю. Не знаю, потому что там в рамках концепции, но она будет, программ сужерок будет. Добрый день, госсусподин, как вообще у вас? Потому что по телевизору, по первому каналу, передача в полную, как раз основное у вас направление получается. Какие-то крупные проекты, а там как раз представлено все так, что там все очень маленькое. У него там этот самолет прилетел, нужно его искать, а как ваши отношения? Ну, в некоторых отношениях и у меня, и у корпорации достаточно позитивные. Значит, если это обсуждают, еще его сменивают, значит мы что-то делаем взамен. Опять же, где-то правильное вы понимаете, что вы будете делать рекламную акцию. Допустим, российское масштабе, что вы не входите, чем вы занимаетесь. Потому что вот я сейчас вижу, общаюсь со своими коллегами, что у манеки, там, привет, ну, что вы делаете? Что вы делаете, у такого манеки? У молодежи, которые, в принципе, разбираются, знают, что это такое. Но у более старшего манеки, да? Ну да, идти, разбирайся, самолет, и потом уже делать пикую развлечье, чтобы на пико-самолеты идти. Ну, я согласен просто, там, по сути, конференция попала, там, два главных пиар-повод. Первый пиар-повод – это Анатолий Борисович, да, в принципе, как личность. А второй пиар-повод – это нано, не понимая, что это такое. Да, и это часто там, особенно в региональной прессе, преподносится в очень веселом опыте. Елена, тут всем займем. Возвращаюсь. Да, к ленте. К ленте. Да, к ленте. Да, к ленте. Да, к ленте. И там же есть, вот, на самом деле, любое направление, есть вот то, что связано с лентеоночными батареями, а есть управление связано с концентральностью, лор-пауэр, например, или дишит-стирлинг, и так далее. Рассказываю. Из живого, из живого «Тонкие пленки» вместе с «Леновой» на базе технологии «Орликона», пишется архитектология. Завод тоже активно строится, будет он в «Чапацарах». Тонкопленочные соночные фитари. Вот. Есть проект по концентраторам на базе «Линц Принелли», когда разработка института «Йоффа» и «Линц Принелли». Но там сейчас мы в стадии переговоров с инвесторами. Если уйти от «Зонса», есть несколько проектов по «Билл Сэллс», по некоторым элементам. Но очень сложный рынок, очень непростые с точки зрения… все это на такой стадии, немножко «Иохоровский» везде находится, в общем, везде в мире. Ну, конечно, к «Витрикам» мы сильно привязаться не можем, но материалы к «Витриков» у нас есть проект. Чего еще? Нет, но в «Индрос» нет. Есть еще получение соночных энергий через получение сначала «Марбл» и преобразование «Марбл» и «Куча» Да, 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 да. Есть, я считаю, модуль «Тупиковые технологии». На самом деле, «Тупиковые технологии» Я, на самом деле, занимаюсь и обеспечиваю, и монтаж, и построенные в «Ларашних» и «Збиратах». Как можно говорить, что «Тупиковые» если такие «Гранты» и «Тупиковые технологии»? Ну, конечно. То есть, просто нам на этом направлении просто не заниматься? Нет, у нас таких проектов нет. Но мое личное мнение то, что это «Тупиковые технологии» и многие от нее отказались. Посмотришь, прочитаешь, многие от нее отказались. Это технология, которая начала… Вкратце расскажу, что это «Светлянная трубочка», по ней течет вода, на трубочку концентрируется солнце, происходит испарение, фар подается на турбину. Смысл примерно такой. Прорыв может быть, если научиться более эффективно превращать тепло в электричное. Знаешь, нет, там самый большой КПТ, это на угле, ну, не на угле, на самом деле, на ТПУ. Да, 44%. Больше. На угле 44%. Это вообще основное. Это когда комбинированы с параказмом, параказмом, параказмом. Да, да, да. Нам даже есть какие-то проценты? Да. Есть пусть более. Сколько? В случае… В случае… Ну, знаете, я верю немножко в другую тему. Я верю в то, что если научиться в нормальном виде преобразовывать достаточно как-то линейно тепловую энергию в электричную, это будет большой праздник. Потому что, понимаешь, когда-то солнечная батарея, она очень сильно греется, там стоит вопрос теплоотвода и так далее. Т.е. там теплоотвода никак не используется, она не унизализируется. И в этом плане, если научиться сделать, то там, например, из 15% нагрева и блюжа, и даже 10-30% на линзах… Есть технология концентрата соло в алтайе, в общем-то, в концентрировании излучения, т.е. на очень дорогих преобразователях в получении с полиусотним КПД, то есть, как в число отток, но их на квартайе. То есть, и в этом струс, есть технология совмещения то-есть, концентрата соло в алтайе, то есть, концентрата соло в алтайе. Тепло окользуется через салат германа. То есть, и… Такие направления рассматриваются в основном? А есть решения? Давай. Давай, интересно. Я не видел этого решения. При том, что вот тематику преобразования тепла в алтайе говорили много. Потому что это не только солнечные энергетики, это те же светодиоды. Там такая же проблема. Там огромная концентрация тепла. Возьми с любой обороны автомобиля. Тепло не утилизируется, оно… Вопрос КПД любого преобразователя энергии. Если научить превращать тепло в электроэнергию, то поднимешь КПД любого устройства. Такой еще вопрос. Вот твой учитель про курс сказал, который придется в основном, правильно? На что? На курсы или вот как-то… Да, стажировка. Стажировка, да. Они вот на кого ориентируют? На студентов? Экономисты, которые хотят внедрять планы и привлекать инвестиции? Или для, например… Для научных? Не-не-не, точно не для научных. Научных. Скорее для… Продажи. Ну, кстати, продажи. Продавать у нас особо нечего. Нет. То есть для меня вот идеальная картинка, например, у моего сотрудника – это технический вуз, экономическая магистратура. Или экономический вуз, но, как бы, какой-то хороший бы играл. Там от школы до этого, еще что-то. Но работа в инвестициях… А вот такой вопрос, например… Взять, например, 100 человек дадут заявку. Сколько человек пойдет? Не знаю. Как по оплату пройти? Ну, я… Сейчас, сейчас. Хожу. А если так и слать? Вот, я туда. Может быть, презентация на почке. Да, я исправляю. Вот, пожалуйста. Вы получаете Роснано, вы тоже три места. И на стажировку берете людей с экономическим образованием? Да, да. Роснано, с точки зрения той части, она там очень большая, которая занимается развитием бизнесовых проектов – это инвестиционный фонд. Мы, честно говоря, ни хрена не понимаем в технологии. Так, грубо. Не умеем управлять бизнесом, но мы умеем делать другое. Мы умеем находить тех, кто понимает в технологиях, при этом людей мирового уровня. Умеем находить партнеров, которые становятся стратегическими инвесторами и берут управление на себя. И умеем находить идеи. Человек, без экономического образования идёт у вас здесь. Ну, гений бывают. Ну, тяжело просто, это будет тяжело по самому человеку. Еще такой вопрос. То есть, я правильно понял, все нанотехнологии анализированы либо на дешевление уже существующих моментов, либо на совершенно новые технические инновации? В каком процентном соотношении? Не скажу. В каком процентном соотношении не скажу. Например, те же были пленки, в порядке шоколад. Например, уже старые, просто его по-другому сделали. Старые, по-другому соусу. По большому счету, с точки зрения тезиса, ты сказал абсолютно правильно. То есть, вариации какие? Либо ты берешь старую идею, делаешь ее дешевле или легче. Композит какой-то сделал, такой уж как металл, но легче самолет поставил. Производительная энергетика. Да, да, да. То есть, вопрос либо эффективности с любой точки зрения, энергопотребления, веса, ресурса. Либо это какое-то новое свойство. Был кусок сапфира, да. Ребята у нас автокана научились слоями укладывать другие материалы на него. Так, очень простыми словами стесняют. Он теперь светится. Вот все светодиод. Роснано, государственная компания, да? Да, государственная. На 100%. Условия, при которых вы даете. То есть, там существует определенная процентная ставка. Нет, 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 нет. Мы не даем в долг. Мы получаем долю в проекте. Как вы процентно достаете? И как отвал? А как отвал уставок? Абсолютно. И при этом мы всегда миноритарии. Мы всегда меньше 50%. А минимальный проект? А вы принимаете участие в выполнении? Не в ежедневном режиме. То есть, мы входим в совет директоров. Мы входим в совет директоров. Мы стараемся влиять на стратегию. Стараемся влиять на подбор менеджмент. Да. Но мы не замещаем менеджмент в ежедневном режиме. А какие-то стандарты у вас прописаны? Зависит от проекта. Зависит от проекта. Мы стараемся, естественно, всегда договариваться на берегу о том, как мы в итоге будем расходиться. Но иногда, как там, проект большой и понятный, там, в том моменте я показываю, да. Я там особо как-то, я там все понимаю. Я там либо продам свою долю стратегу всегда, потому что в бирже, там, или, не знаю, там, ОМЗ российскому, да. Или в выведу продам свой пакет на берегу. Потому что, может быть, это большое. Когда есть вещи закрытые, когда мы там, не знаю, строим производство какое-нибудь, которому один потребитель. То там мы сразу с партнерами договариваемся, там, по опционам, по формулах цены. Как мы будем расходиться, когда, в какой момент. А минимум, сколько берете процентов? Вы сказали, что минимум, ну, обычно, у нас нет ограничений. То есть, минимум, там одна акция. Но обычно это 25-49. А, понятно. С МКНТ сотрудничаете Комитет по налоге и технологии? Поскольку не все? Я к ним несколько раз ездил. И смотрел на их проекты. Пока чего сотрудничество нет. У них же есть там система разгона тучи, не с помощью самолетов. Они показывали, как в одной местности в Азии, они сделали то, чтобы завтра там была, сделали батарею на полную воду. То есть, у них там проектов есть. И тоже в районе 86. Я допускаю. И в АКНТ не бедная организация. Мы назвали в Москве. Совсем не бедная. И там не факт, что им нужно Роснаду. Вот проекты. Роснаду. Ну, там, как бы... Есть фамилия и скольная. Глава МКНТ. Он меня, как бы, знает. Я знаю его. Возникают тематики. У них возникает такой большой проект, где ну, Роснаду подключение. Ну, связь есть. Но предметы совместных проектов пока нет. А есть примеры, когда мы вложили, и это было не так же? Пока нет. По измору. А вот уже вопрос. Спал просто. Никаких черных ходов нет. Есть НЧА, есть Резума. Минимальный размер производства. Мы к минимальному размеру в проекте подходим с точки зрения потенциального рынка. Для нас минимальный возможный объем продаж, минимум, на пятый год, где-то полмиллиарда рублей. И это не зависит от того, сколько там вложек. Там можно вложить 2 миллиарда, можно вложить 10 миллиардов. Это, как бы, не играет роль. Важно, какой объем продаж будет. А какие программы, которые вы начали в 2008 году? Они себя окупают или учитывают проекты? Ну, тяжело говорить окупают. Потому что, по большому счету, 90% наших проектов, что это гринский рынок, да? То есть это голое поле и мы там строим бабы. Год на проектирование. Год на строительство. Год на установку оборудования фонтанта. Первое предприятие, которое было закончено, закончено намерно. Полноценно работает в марте. Есть другие случаи, когда речь идет о расширении производства. Так как вы тяжело оцениваете, потому что все равно, как бы, то предприятие, которое было, в которое мы вложили и деньги, продолжает работать. Естественно, оно приносит прибыль. И это, например, строится, не знаю, второе цепь, или там больше масштабовое предприятие. Так вот точно так же, чем стоять строительство. На имя будет рост на напорах. Да. Скажите, вы планируете поддержать как-то проекты, которые там выиграют или, допустим, займут первые пять месяцев? И насколько эта поддержка будет большая? То есть планируете ли вы довести до, например, определенное создание компании при бизнесе? Ответ очень простой. Если нечто, хороший проект всегда найдет поддержку, независимо, если занял он первое место, или пятое, или два центра. Но не у нас, не у вас. Почему? Точно так же и у нас. Просто, если имеешь в виду приз, который мы вручаем молодым инноваторам, вот об этом речь. Ну, вот есть такая тематика, там называется Рустана Прайс. Это вот премия, которая там получается как раз на форуме молодым ученым за какие-то разработки. Это как грант, да? Это как грант, да? То есть вы не поддерживаете как стартап? То есть вы не поддерживаете как стартап? Если вы там есть, мы его обязательно поддержим. Если это все еще разработка, не доведенная до прототипа, мы будем ждать прототипа. Да. В зиме писали то, что Рунал выпустил мультик стоимостью пять миллионов. Небольшой. Который типа рассказывает о компании. Зачем был тратить такие большие суммы на один мультик? Мультик небольшой, блин. Выложен был в интернет. Какой-то мультик был, на сколько он стоил. Этот мультик стоил порядка восьмидесят тысяч рублей. Вот, восемьдесят тысяч рублей. Ответственный человек. Я его даже не видел. Там наносверло, короче. А наносверло будет, чтобы по восьмидесят тысяч рублей. А это Сатурл, что ли? Ну, это наша проектная компания делала. Да. Не, а у вас еще один мультик есть на Ютьюбе. Микроборовский лежит. Выложили его в итоге. Он стоил пятьдесят тысяч рублей. Украинские ребята делали это. Какие нам продукты уже на запуске, на производстве уже запущены? Мы увидим их в ближайшее время. Да много. Ну, расскажите хоть. Давай я тебе напишу. Там. Самое интересное? Какого пропуска? Самое интересное? Ну, не знаю. Знаете, я расскажу. Вот мой первый проект. Знаете, я о нем расскажу. Потому что мне, на самом деле, очень нравится. Мы, как бы, производство полноценное в России еще не открыли по нему. Но, как бы, строим тут не завод. Проект из сферы медицины. Лечение рака. Тоже ничего гениального, сверхнового. Но очень мне нравится, как бы, идея, вот сам, концепция, да? Как лечится рак опухоли? То есть берется, облучается обычно. Ну, там, есть, тоже можно вырезать чуть-чуть. Обычно облучается, потому что вырезать нельзя. То есть это облучается снаружи. Помимо облученной опухоли, получается полностью облученный орган, где эта опухоль находится. И еще половина тела. Вот, 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 я о ней говорю. То есть история, как бы, вот он, вот он, вот он, ап, да? То есть маленькая частичка титана внутри залитым 125-м ионом облученным. Источник радиации. Вводится со шприцом внутри опухоли. Ну, сначала на компьютере строится 3D-модель опухоли, там, как, какую дозу туда поместить. Там, уйдет 125-го, период полуразпада, по-моему, там, 14 дней, что-нибудь, что-то такое. И все. За 14 дней опухоль погибает, человек живет дальше, покойный, темно, ничего не горит. Ну, и совсем любая. Там, естественно, есть ограничения по органам. Так... Да. А? Так, есть? Да. Нет, нет. Титан. Ограничения по органам, по органам и по статье, естественно. По органам, потом еще поддельная. Не-не-не, всё. Только ё. Полный аспорт. Знаешь, я не правильно сказала, что полный. Только ё, да? Нет, и-треник. Сейчас идёт клиника на и-треник. А может всё только на и-треник? И это идёт внедряться в медицинские чуждения? Всё. 20 клиник по стране уже ослачено. Бесплавные производства? Подскажу уже на интернете и на сайте. Бесплавные производства? Нет. Да, в порядке, по-моему, там нет. По цене? Нет, естественно, дороже. Но как бы другое качество жизни. То есть операция занимает два часа, и три часа человек с того шел. Все же могут тебя позвольте, как операция. А там есть госпрограмма, и многие региональные программы. В основном все клиники открыты в рамках региональных программ, где региональный бюджет получает, региональный бюджет и тратит кто-нибудь по себе на сайте. Процессы? По органам надо смотреть, по стадиям. Но... Раск... Ну, допустим, там. Печень достаточно. Метастатов, как решили? Проблема метастазирования, вы как решили? Нет, опухоль метастазирует обычно. То есть очаги появляются не только в том органе, где возникла опухоль, но и в других. Как вы эта проблема решаете? А, то есть на начале распространяется? Да-да-да, это первичная стадия. Вот дорогая первичная стадия. Я не понял, я просто ответил. Я ответил. Сколько проектов у нас проектов? Сколько проектов у нас проектов? Ну вот эти 80... Есть и проектов. А, есть и проектов. Есть. Прошло 80 из 2000. Четыре процента. Примерно так. Из СНГ, сходу не скажу, был проект из Украины по суперконденсаторам. У меня был проект, его в итоге не будет, из Белоруссии по ультрафильтрационным мембранам. Сходу больше не помню. А почему? Ну, мы не договорились. А вот такой все-таки простой вопрос, Кирилл. Не пойму на концерте. Есть фирмы, например, которые могут заказать, экономисты, это, кажется, может быть, по-русски русского группа. Это только для крупных производителей такие вот эти вот. Как-то все-таки да. Не-не-не. Вот я вот думал, как говорили себе. Зачем скажете? Вы приехали, чтобы говорить с воры, но все-таки, может быть, экономисты тоже могут отнести. Дистанция. Как вполне. А вообще, абсолютно не для крупного бизнеса. Потому что, по большому счету, дайте так честно. Крупному бизнесу мы не нужны. Крупному бизнесу нам тяжело. У нас мало проектов крупного бизнеса. В основном это как бы малый, средний бизнес. Или вообще другая конструкция. Когда есть прототип, созданный там, не знаю, в лаборатории вуза или не их, соответственно, вот у команды его создавшей есть там детальная собственность. И она это детальная собственность. И она это детальная собственность. вносит проект. Получается 25%. Мы вносим деньги, ищем еще кого-то, кто тоже вносит деньги. Мы стараемся в этом плане найти как бы стратега. Да? То есть, если там производство, не знаю, банок для чая, да? Дружок. То есть, дистрибьютор там или там кто-то в этом бизнесе понимающий. Который будет вести операционные деньги. Получается, маленькая компания, это есть как бы маленькая ООО. А вот есть ли кто-то там? Саша, я начинаю. Смотри. Схема такая. То есть, мы как малые предприниматели, мы находим какие-то хорошие проекты. Мы дорабатываем, создаем именно инвестиционный проект те, кто. Они там сидят в лабораториях, может быть, не очень разбираются конечно. Мы находим инвестиционный проект, приходим в Ростана. Нам помогает найти еще стратегического инвестора, плюс Ростана дает деньги. И мы, допустим, 5-10% имеем. И мы потому, то есть... Ну, абсолютно. Ну, вот Аптаган, самый живой пример, да. То есть, команда учебная сидит в Германии, идут в Ростане. Работают в лаборатории немецкого государства. Работают на цвет диодов. И они сумели получить как бы эффективность, там, с точки зрения себестоимости и его эффективность по техническим параметрам, цвет диодов. Соответственно, они внесли IP-ов, получили только в компании, да, и учили должности в компании. Стратегический инвестор Аннексим, финансовый инвестор Ростан. И, в основном, нет, 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 нет. Это, мы можем как бы в этом помогать. Часто проект начинается с идеи, там, вот, темноте, у меня есть вот это, не знаю, что с этим делать. На эти стадии мы как раз можем прийти? Да, то есть, по-моему, 4%. Остальные 96 были некомерлистные резервы, то есть, не было бизнес-идеев? Ну, на самом деле, очень много причин, я бы даже разделил, там, первую тысячу и вторую проектов, потому что они были очень разные. Первую тысячу нам накидали, наверное, еще, там, в восьмом году, или, наверное, точно, в восьмом году нам накидали тысячу проектов. При этом, иногда это было, там, письмо написано рукой, я там знаю, как вечно добывать электричество из дерева, вот, давайте меня коронциализировать. У нас это тоже считается, как бы, воду на идеи, да. Ну, такие правила нормальные в Роснано, и в восьмом году мы просто поднимали волну над страной, то есть, нам накинули все миры, которые есть во всех НИИ, там, при этом НИИ не только, там, открытых, но и во всех там, Росатомовских, Ростехнологиях, еще где-то. То есть, нам накидали очень много всего, что абсолютно не живое. Это первая тысяча. В первой тысяче, я думаю, там было 0,4%. А вторая тысяча, там уже пошли живые вещи. И там причины очень разные. Первое, у нас мандат. Нанотехнологии ни вправо, ни влево. Разработав софта, мы не можем делать. У нас здесь, к сожалению, ограничения. Сейчас закончу. Соответственно, первое. Второй момент. Да, но есть иногда понимание, что, кстати, доходим, смотрим, неконкурентоспособная история на рынке. Потому что кто-то уже сделал лучше. И нам могу лучше. И мы отказываемся. И быстрее. По разным причинам. А по нанотехнологиям нужно понимать наноразмернее? Да. Или все только наноразмернее? То есть, если я блют, то у меня, например, агрона нет? Агрона нет. И еще одна, к сожалению, такая история. Мы не понимаем по нанотехнологиям нано-время. То есть, там всякие, где-то секунд, лазеры и так далее. То есть, нано и нано-время. То есть, нано и нано-время. Что, вопросы остались? Ну, все, давайте, спасибо.